Криптовалюта, разновидность цифровой валюты, учет внутренних расчетных единиц, которые обеспечивает децентрализованная платежная система, нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога, работающая в полностью автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы, это просто число, обозначающее количество данных расчетных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы. Термин криптовалюта закрепился после публикации статьи о системе Биткоин криптографическая валюта, опубликованная в 2011 году в журнале Forbes. При этом и создатель Биткоина, и многие другие авторы, использовали термин электронная наличность. Криптографические методы задействованы в механизмах генерации адреса и проверки полномочий на операции с ним, цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, распоряжение доступно исключительно обладателю соответствующего данному адресу секретного ключа, а также формирование пакета транзакции и его взаимосвязь с другими пакетами, последовательное хеширование, которое делает невозможным изменение информации о количестве криптовалюты. При этом в системе нет никакой информации о владельцах адресов или о факте создания адреса. Адрес можно генерировать полностью автономно, даже не подключаясь к сейту и ничего не сообщая в сеть в последующем, то есть нет механизма убедиться, что адрес получателя действительно существует или что ключ и доступа к нему не утерян. Отсутствие информации о владельце является основой, но не ограничивается только этим, анонимности участников транзакций. По своим экономическим условиям и последствиям платежи криптовалюты более похожи на платежи наличными деньгами, чем на варианту безналичных платежей, хотя криптовалюты разрабатываются в первую очередь для дистанционных покупок, например, через интернет. Платеж, передача криптовалюты между адресами, происходит без посредников и необратим, нет механизма отмены подтвержденной операции, включая случаи, когда платеж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту не на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать, арестовать, даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Правда, технология мультиподписи позволяет добровольно привлечь третью сторону, арбитра, и реализовать обратимые транзакции, которые могут происходить против воли одной из сторон. Более сложные условия, умные контракты, реализуются при помощи специальных сценарных языков. Присущая электронным платежам проблема двойного расходования решается использованием таких технологий, как блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный реестр и другие. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде без регистрации в системе. Правила формирования нового количества криптовалюты, эмиссия, изначально устанавливаются протоколом. Обычно они носят лотерейный характер, с влиянием на вероятность выигрыша разных факторов, скорости решения установленной задачи, майнинг, или размера владения установленным ресурсом, форжинг. В ряде случаев часть или весь заявленный объем криптовалюты изначально формируется и распределяется организаторами по подписке. Обычно используется только одна технология, но в некоторых криптовалютах используют комбинации из них. Об экономической сути и юридическом статусе криптовалют ведутся дискуссии. В разных странах криптовалюты рассматриваются как платежное средство, специфичный товар, электронный актив, могут иметь ограничения в обороте, например, запрет операций с ними для банковских учреждений. Продолжение следует... Продолжение следует...